Ну вот, мы переходим снова к предметам. Я хочу сейчас нарисовать перчинку. Я возьму достаточно чистый желтый, я хочу ее сделать более такой яркой, насыщенной. Аппетитной, что ли. Немножечко пачкается, потому что у меня нарисован фон. Он нарисован темными цветами. И если вы заезжаете, то мелок, да, может немножечко быть попачканным. Вот такие мне хочется его сделать. Я люблю сочные тона. Все люди, в общем-то, пишут по-разному все. У них разная натура, от этого разный характер, зависит также и манера письма. Есть такие личности, которые пишут и художники, в том числе и великие, пишут более приглушенными, естественными какими-то тонами, может быть. Кто-то более, наоборот, пастельный, она берет. И вот, люблю более яркие, чистые. Если, конечно, они такие есть непосредственно в самом предмете. Знаете, смотрится всегда очень реалистично, особенно это очень применимо в технике, например, гуаши. Всегда все восхищались с моей манерой писать именно чистыми цветами. Очень ярко смотрится, сочно, аппетитно. И не надо бояться просто этих ярких цветов. Почему многие их не берут? Просто боятся. Надо научиться не бояться цвета. Научиться обязательно его, конечно же, видеть. Вот так вот. Берите цвет себе, по душе, по натуре. Декоративное живописи это позволяет. Все-таки, заметьте, я стараюсь меньше использовать черный, но там можно обойтись, например, синим. Потому что при смешивании с некоторыми цветами он также становится достаточно темным. Какие-то яркие мазки, даже те же синие. Очень подчеркнуто вашу работу сделают более интересной. Так что почему бы нет. Мы теперь чинку слегка затушевали и сделаем ее там вместе с фоном немножко пройдемся, потому что она там плавно уходит так. Сейчас посмотрю, мне кажется, фон там сделаем немножко чуть более темным. Сделаем тоже зеленую часть. Я могу здесь достаточно яркий, взять такой зеленый, салатовый. Это на самой ножке. Здесь более темная часть. Смотрите за формой, где-то если подчеркнуть. Карандаш достаточно хорошо растачивается. У него появляются какие-то более острые углы, более тупые некоторые. Смотрите, так и работаете. Оттачиваются одни, появляются еще другие. Можно, в принципе, подточить карандаш. Просто я как-то вот обычно обходилась без этого, нужды особо в этом не видела. Подчеркну немножко. Я уже говорила, хотите выделить яркую часть, тяните фон. Можете просто так действовать. Где-то что-то сглаживаю, делаю более светлым. Вот такая вот у нас жизнерадостная перчинка на заднем фоне. Теперь я перехожу к чесноку. Посмотрим, он белый. Но мы все-таки не можем уже сделать его просто белым. Он потеряет весь объем. У нас немножко затушевались. Форму им вернем, покажем. Вот так, условно. Посмотрим, какие здесь можно увидеть цвета. Я думаю, что здесь какой-то темно-синеватый оттенок. Здесь явно зеленый рефлекс от салата. Посмотрите на этой перчинки. Красный рефлекс от красной перчинки. Помните о том, что все-все-все абсолютно предметы взаимодействуют друг с другом. Именно за счет рефлексов. А в живописи в том числе и цветовых рефлексов. То есть сделаем здесь немножко зелененьким. Здесь можно немножко зеленого проложить. Я их буду делать все параллельно, потому что, в общем-то, они немножечко похожи. Синеватые. Я сначала отмечаю наиболее темные, наметите теневые части, как и в работе с карандашом. До белого мы найдем уже позже. Проложим немножечко красный оттенок, как я уже говорила здесь. Но не делайте его излишне ярким, чтобы он не спорил с перчинком. Все-таки это лишь рефлекс. Посмотрите, насколько темнее дальняя часть начинка, чем передняя. Это тоже желательно показать. Сверху прокрываю синий, чтобы немножечко перебить черный этот тон. Очень уметающий. Хотелось бы все-таки что-то более жизнерадостное такое. Видите, я форму намечаю прям синим. Не стоит бояться этого. Работать можете и цветными мелками так. Как я уже говорила, все будет достаточно живописно, ярко, интересно. Здесь, мне кажется, немножечко какое-то такое можно и красно-коричневый добавить. Ну вот, мне вот так захотелось просто. На самом деле здесь тоже, смотрите, там красноватый слегка от перчинки. Белый, как бы он не казался таким самым вроде бы неинтересным цветом, его интереснее всего писать, потому что там вы можете вместить абсолютно любой цвет. Можете работать с самыми различными оттенками. Именно белый это позволяет. Не красный, не желтый. Поэтому, поверьте, белые предметы рисовать даже интереснее. Не бойтесь их себе ставить. Поначалу, конечно, будут возникать сложности. В общем-то, это не так просто. Но потом привыкните и поймете, насколько это интересно. Смотрите, какие у меня получаются яркие чесночки. Смотрим также дальняя перчинка, более темная передняя. Мы таким образом можем выделить вперед, темнив. Чуть-чуть дальней. Пинточку тут не забыли. Где-то я все-таки утемняю при помощи черного. В принципе, есть также и серый. Но я, в общем-то, как бы не особо стремлюсь его применять. Как я говорила, уже хочется больше цвета, больше живописи. Можно так немножечко, чтобы сгладить. На заднем лучше не оставлять чего-то чисто белых тонов. Тут все-таки обозначить, где есть передний план, где есть задний. Дальше чуть-чуть белым. Сглаживаю все. Ну вот, я думаю, такие у меня будут чесночки. Подчеркиваем вниз. Смотрим, там такая, в общем-то, тень. Так, теперь делаем салат. Ну, такой, в общем-то, весь зелененький. Я слегка пройдусь. Задам тон. Попробую пока с края делать, не буду сразу. Передний план, центральную часть. Просто немножечко пока попробуем. Выделяем одну перчинку от другой. Один лист салат от другого, вернее. Смотрите, он достаточно такой фактурный. Интересно. Попытаться его передать. Можно, я думаю, тут и желтый взять даже. Где-то, опять-таки, может быть, для яркости подчеркнуть. Места лишь. Некоторые. Конечно, тут, безусловно, придется воспользоваться и черным. Такие вот я обозначаю форму. Она там немножко... Где-то волнистая какая-то. Выпуклости. Теперь берем черненький. Теперь берем черненький. Какая-то дальний план. Там можно немножечко так... Более все-таки обобщенный. Нежелательно, чтобы он вылезал. Поэтому я пока делаю так. Вот так. Черкнем также ниш. Нижнюю часть чесночка. Вот так я пока вывожу. Это будет у нас такой дальний задний фон. Мы немножечко посмотрим тут у нас складочки, проработаем. Они тут очень-очень-очень легкие. Потому что ткань прозрачная. Совсем-совсем-совсем легкие. Здесь у нас складка, посмотрите, тут явный зеленый оттенок от салата. Рецепт SER чесночка. Какое время. То так, ткань это длинный оттенок. Очень большой. Да,ة,술 nevermind. Вот так вот легко мы показали складки. У нас не терялась именно вот эта лёгкость в ткани. И сейчас мы продолжим работать с листом, салатом. Я вот так вот обозначу его границы. Это передний план. Желательно, конечно, отнестись к этому достаточно серьёзно. То есть мы сразу смотрим, места работают по всей поверхности, то есть не один кусочек. А смотрю, у нас здесь салатовый можно, здесь салатовый проложить, тут, тут. Ну, конечно, не чисто такого яркого оттенка. Но, может быть, я добавлю, чтобы не было слишком мрачно. Я делаю его таким. Почему бы нет, как я уже говорила? Хотелось бы просто более ярких тонов. Беру другой зелёный, работаю с ним. Прокладывая поверх салата, мы получаем плавный переход. Интересный оттенок, соответственно. Какой-то новый. Вот так вот. И вот так я проложу всё в целом. Там у нас какая-то шелуха. Скорее всего, от чеснока я её показывать не буду. Мы же знаем, что можно немножко от некоторых элементов избавиться. Я считаю, что она там совершенно не нужна. Смотрю, внизу более тёмные листики. Вот так вот пока наметили. Смотрю, тут зелёненький рефлекс на капусте. Тоже это слегка-слегка здесь покажем. В принципе, оно так и получится. По уже проложенному цвету он будет такой млекловатый. Млекловатый тени тоже стоит заделать. Затушевать их. И уже возьмём чёрный, сделаем тени уже более глубокими. Насыщенными. Смотрим, там не сильно вырезается. Можете обратить внимание, когда будете рисовать, что помидорка, что перчинка, которую мы уже сделали ранее, кажется прям объёмное такое ощущение, что её можно потрогать, что она немножко выпуклая. В общем-то, это свойство масляной пастели. Она прокладывает достаточно плотный слой, который можно ощутить даже потрогав, просто пальцем проведя по листу. Немножечко заднюю часть я заделываю так же. Затушевываю. Таким образом. Считаю, что здесь достаточно очень чёткий, тёмный край. Также я поправляю чёрненьким. Делаю их более чётким именно. Ну вот, как бы так пока. Здесь, в него часть мы явно видим лист салата. Конечно, по чёрному уже цвета прокладываются более тёмные, но, в общем-то, то, что нам надо. Выкладываем тень также и дальнюю. Он там всё скрадывает. Все формы. Но мы знаем, что именно так мы достигнем эффекта. То, что этот план у нас дальний всё-таки. Немножко и у перчинки край скрадывается. И там. Край дальний у нас будет не чёткий. Смотрим также под листиком тут тень. Немножечко и часть. Смотрим. Можно также тут и складочку обозначить. Ну, смотрим. Помню, что она имеет такой зеленоватый оттенок. Так, я его немножечко возьму другой зелёный, более тёмный. Я думаю, что пройдусь и синим для утемнения. Тень, в общем, тоже падающая такая же зеленоватая. Она не чисто чёрного. Добавлю синего. Я добавлю его во всех местах, где использовала чёрный, чтобы он так не резал глаз. Ну, так слегка всё протушёвываю синим. Добавлю белого для мягкости. Немножечко и размазать даже. Чуть-чуть совсем. Теперь мы перейдём уже непосредственно к листу салата. План. То самое, что у него есть передний. И его необходимо проработать достаточно тщательно. Мы смотрим, как у нас располагаются листы салата. Смотрим, пытаемся это повторить. То есть, как бы не столь точно может быть, потому что мы и построили всё на глаз, наметили. Но постараемся просто передать форму, фактуру, такую текстуру. Она вся в таких бугарках каких-то. Постепенно, просто пытаясь, пытаясь, пытаясь передать это, начнёт что-то получаться. Добавляя постепенно что-то, добавляя, добавляя. А не так вот сразу всё. Сразу даже художники не учились рисовать так же путём практики. Постепенно, постепенно всё, обретая навык, опыт. Соответственно, уже и умения. То же самое всё и здесь. Никто никогда не рождается с умением рисовать. Поэтому, как говорят, и шансы есть у каждого. Мы смотрим, вот я наметила каждый из бугарков. Посмотрите, каждый из них имеет светлую часть, полутеневую и теневую. Вот именно показав это, может быть, не столь точно. Но уже можно достигнуть какого-то схожего эффекта. То есть я около чёрной линии прохожусь тёмным зелёным мелком. Создавая там, как бы, область тени. Прохожусь достаточно плотно так, с нажимом. Затем беру светло-зелёный и так же с нажимом уже делаю полутень, оставляя небольшую светлую ещё область. Свет я оставлю таким нетронутым. Так как я уже там проходила с зелёным, у нас не белый же остался, а слегка-слегка зеленоватый. Можно попытаться подчеркнуть ещё более темно, сочно, отчётливо. Так как бы придаст большую реалистичность. То есть я вот так с достаточно сильным нажимом показываю самые отчётливые теневые части. Постарайтесь сейчас уже просто делать такие своеобразные мазочки с максимально сильным нажимом, чтобы добиться цвета. просто как мазочки такие. Немножко такая, сказала, импрессионистская техника. Работали многие знаменитые художники, мазками-мазками прокладывая всё. Вот, мы попытаемся таким образом тоже передать эффект. Я протушую немножечко ещё ткань, чтобы перчинки вылезли вперёд. Чеснок, чтобы вылез у нас вперёд. Смотрим и приширимся, посмотрим, что у нас ещё может где-то добавить. Попробую слегка затушевать дальние от нас капусту. Мне кажется, что она излишне убивается на передний прям план. Я так прохожу сереньким. Так вот, немножечко затушевала, чтобы она не резалась вперёд. Где-то ещё там можно подчеркнуть. Что-то при желании. Так вот. Мы смотрим также напоследок прищурившись все. Читываем нюансы. Можно, конечно, немножечко более детально проработать тот дальний план, потому что вот передняя капуста им так немножечко теряется. Поэтому мы попробуем чуть-чуть сделать просто более отчётливо. Может, более ярко так уже выразить какие-то моменты. Здесь, конечно, лист можно было сделать немножко больше, чтобы его больше можно было проработать. Я изначально карандашом, наверное, чуть ошиблась. Надо было делать его пообширнее. Ну, в общем-то, я оставлю всё так. Не вижу, там ничего страшного. Запомните один просто такой секрет небольшой. Никто же не знает, с чего вы рисовали. Никто не видел натуры. Если у вас просто получается реалистичное изображение, то всё равно всем будет нравиться. Никто же не знает, какой там лежал лист салата, как там всё было на самом деле. Если это просто красиво, просто интересно, то она это всё закроет глаза. Так, я добавила, видите, сочности. Всем цветам, оттенкам. Немножко проложим зеленоватый рефлекс над тканью. Всем чуть-чуть. У нас смотрим задний фон и передний. Тряпочка хоть одинаковая, но немножечко спорит. Я просто утемню, чтобы всё-таки это был уже задний фон, а это передний. Вот так. Ну вот, я утемнела, появилась разница. Более светлый, более тёмный. Вот, я думаю, что так гораздо лучше. Всё, можно ещё раз посмотреть. Где-то чего-то ещё, может быть, добавите. Ну вот, я думаю, мы получили очень интересный, фактурный, оригинальный, пусть немножечко декоративный натюрморт, который, как я уже сказала, можно повесить на кухню. По-моему, выглядит очень аппетитно. Аппетитно.